МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никита Хрущев, последний из наших вождей коммунист-романтик. Он считал, что для достижения всеобщего изобилия и равенства все советские люди должны честно трудиться на благо общества. Общественное выше личного. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. СИЛО ВЕЛИКА Именно здесь, в Смольном, в ноябре 1917 года Ульянов-Ленин оповестил мир о победе социалистической революции. Социализм – общество материального равенства, где не может быть очень бедных и очень богатых. Советский миллионер – нонсенс, сапоги в смятку. Это на Западе мистеры-твистеры. А если советский человек позволял себе предметы роскоши, то он тут же становился преступником в глазах властей и своих сограждан. Советский народ мог видеть богачей только в фильмах о подвигах милиции. Что такое? Кинохит 1966 года – советский уголовный триллер режиссера Герберта Рапопорта «Два билета на дневной сеанс». В нем сотрудники ОБХСС выслеживают и разоблачают подпольного миллионера. Этот монстр прячет незаконно нажитые богатства в могиле собственной дочери. История о сокровищах, обнаруженных на одном из ленинградских кладбищ, не выдумана режиссером этого фильма. Режиссеры не могли пройти мимо такого блистательного сюжета. Но далее они категорически изменили все обстоятельства этого дела. Во-первых, они снимали недокументальное кино. А во-вторых, даже на суде очень многое в этой истории оказалось за кадром. Сегодня мы постараемся с документальной точностью восстановить ход этого запутанного дела. Коммунисты отвергают мораль буржуазного общества, где понятие «моё» является высшим принципом, а богатство одних возможно лишь за счет разорения других, где культивируется расслевающая психология эгоизма, стяжательства, жажда, обогащения. В начале 60-го года проходит серия шумных хозяйственных дел. Множество расхитителей социалистической собственности арестовано в Ленинграде. В центре одного из этих дел Георгий Павлович Суйков. Человек-загадка. Я родился в 1904 году в деревне Каменка, Калининская область, в рабочей семье. В 1918 году, когда умер мой отец, я стал кормильцем семьи из четырех человек. Чтобы не умереть с голоду, семья переехала из Петрограда в деревню, а я остался работать мальчиком в магазине. В 1925 году работал в торговом порту в Кладовой. Затем занимался текстильственным жением одной фабрики. В 1934 году окончил Институт советской торговли имени Энгельса. С 1936 года занимал руководящие должности в разных организациях ленинградской торговли. Награжден медалью за оборону Ленинграда. Медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И значком отличник соцсоревнования. Анкета блестящая. Суйков образцовый советский труженик, посвятивший всю свою жизнь самоотверженному труду на благо партии и народа. Он прошел путь от мальчика на побегушках до хозяйственного работника высокого ранга. Благополучно пережил 1937 год, блокаду, ленинградское дело. Руководство города ценит его как опытного специалиста. И Суйков гордится своей репутацией. На меня он впечатление произвел очень волевого, довольно сурового человека, очень самолюбивого и иногда совершенно неадекватно относящегося к себе. Причем на окружающих он всегда смотрел свысока. Это привычка была, потому что он по своему положению все время общался с номенклатурой. Обком партии, горком партии, исполком, а иногда и в Москве, вплоть до Микояна. В 1950 году Суйков заканчивает двухгодичный университет марксизма-ленинизма при Ленинградском горкоме. Руководит кружком по изучению краткого курса ВКПБ. Слушатели знают, на его занятия опаздывать нельзя. Да, я знаю, что на работе он был строгий, требовательный, но дома он был домашний, он был свой. И также он был с теми, кто приходил к нам в дом. То есть это был очень человек, который... Я не могу сказать, что он был закрыт, а он открытый был. К нему могли приходить люди совершенно спокойно. С июня 1954 года работаю директором оптово-торговой базы в управлении торговли Леноблсполкома. По итогам соревнования коллективом базы были получены красные знамена Министерства торговли и управления Леноблсовета депутатов трудящихся с денежными премиями. Контроль над продажей дефицитных товаров дает людям из системы советской торговли особые возможности. Ни для кого не секрет, что все они, вплоть до рядовых работников, получают свою долю дополнительных доходов. Но за это должны делиться с начальством, со своими партийными покровителями и жить в ожидании возможного ареста. Однако за риск полагается плата, и в Ленинграде Суйков может все. У него был водителем много-много лет. Дядя Вася его звали. Отчество не помню. У него была семья, по-моему, три человека. Дети, если я не ошибаюсь, и они жили с земляным полом в подвале. Ну, были тогда, да, такие времена, что и так люди жили тогда тоже. Я не знаю, кому отец позвонил. Я не знаю, что он сделал. Но вот его, вот этот шофер, который много лет с ним проработал, переехал в квартиру в билетаж на улице Гороховая. В лицевой баз шли продукты в столовые, которых питались наши вожди петербургские. В столовую горкома обкома партии в Смольне, в столовую горосполкома, в столовые, где питались райкомовские работники. Так что круг знакомств был довольно большой. Советский начальник катается, как сыр в масле. Лучшие продукты доставляют ему прямо домой, к его услугам санатории, мебель с базы, спецателье. Но его паёк, зарплата, дача, квартира – всё это целиком зависит от воли государства. Частной собственности номенклатурные работники не имеют, за их расходами следят. А хочется своего, бесконтрольного. Вот для этого и существуют Суйковы, которые передают начальству его долю незаконных доходов. Господствовала такая массовая коррупция, скажем. В 60-е годы выстраивается вертикаль, когда подчинённый даёт взятку своему начальнику. Ну, в основном, это были, скажем так, торговые работники, процент на 90. Скупали драгоценности, скупали бриллианты, скупали антиквариат. И антикварный рынок весь держался вот на том, что были такого рода покупатели. И только обычники. Я многих из них знал. Те люди, которые ведали торговлей и были ответственны за торговлю. Это такие были князьки, генералы даже, можно сказать. Суйков типичный генерал от советской торговли. И блистательно использует свои возможности. Он прочно врос в систему. Как ныне говорит молодёжь, он в тусовке. Как сказали бы блатные, в катке. Суйков, это кейс, старик Хаттабыч. Он может исключительно всё. Он может достать колбасу твёрдого копчения и польский унитаз. Он помогает подчинённым, друзьям, нужным товарищам. Ремонтирует бесплатно автомашины своим московским покровителям. Именно это гарант его безопасности. Это своего рода спецсталон. Проверки не подлежит. Суйков сделал карьеру в Ленинграде. Бывший его шеф, глава ленинградской партийной организации, Фрол Романович Козлов, теперь второй после Хрущёва человек в стране. В кремлёвских коридорах шепчутся, скоро будет первым. И телефон Фрола Романовича, и телефоны министров – всё это в записной книжке у Суйкова. Где старший помощник генерального прокурора СССР Владимир Теребилов записан просто «Володя». В 60-е годы в Кремле разворачивается борьба за власть. В ней царят африканские принципы. Либо ты съешь первым, либо съедят тебя. На сцене появляется Леонид Брежнев, который мечтает стать генеральным секретарем. Но для того, чтобы быть первым, нужно оказаться вторым. В официальной хронике этих лет рядом с Хрущёвым всегда стоит вальяжный мужчина с искусственной завивкой. Это Фрол Козлов – второе лицо в партии, наследник стареющего Никита Сергеевича. Человек он властный, жестокий, искушен в аппаратных играх. Но те, кто объединились вокруг Брежнева, начинают многоходовую интригу, которая должна привести к низвержению Фрола Козлова. Известно, что Никита Хрущёв ненавидит коррупцию. Если Суйков даст показания на Козлова и его окружение, гнев Хрущёва неминуем. Тогда Фрола Романовича снимут, и его место займет Леонид Ильич. Поздравствует Коммунистическая партия Советского Союза. Поздравствует, растёт и крепнет международное коммунистическое движение. Вперёд! Новым победам коммунизма! Расследование по делу Суйкова в Ленинграде поручено Комитету госбезопасности, которым руководят люди Брежнева. Подняв старые дела, они обнаруживают, что уже в 1949-м Суйков был улечён в незаконные отгрузки большой партии спирта. А ревизия 1957-59-го годов вскрыла у него на базе необоснованное списание внушительного количества овощей и фруктов. Следователи не сомневаются, что очень скоро они найдут и более серьёзные прегрешения. Все знают, не воровать на советской овощебазе невозможно. Овощебаза – это хорошее место для жульничества, потому что овощи, они не имеют постоянного веса. Они усыхают, они гниют, пропадают. Там есть нормы списания на гниение, на усушку, труску, как говорят. И это позволяло продавать овощи и фрукты налево. То, что сгнило, списывали. А посчитать это было трудно. Естественно, списывали 200 тонн, а выбрасывали только 100, к примеру. Это было золотое дно, и я думаю, что попадать на овощебазу по большому блату и за взятки, и потому, и по-другому. Однако усушка и утруска – это не то, что может интересовать КГБ. Слишком мелко. Нужен настоящий компромат, как средство серьёзного шантажа. Идёт проверка всех доступных сведений, и вот, наконец, удача. Выясняется, что биография Суйкова выдумана от начала до конца. У оперативников было достаточно времени изучить его личность. Во-первых, они выяснили, что никакого высшего образования у Суйкова нет. Зато есть судимость от 1934 года. Ещё тогда его обвиняли в махинациях с присвоением государственных средств. Ещё тогда ему грозила высшая форма социальной защиты. По-русски говоря, вышка. Моя собственная жизнь сейчас разломана совершённым мной же преступлением. Меня это мучает, гнетёт. Я не могу спокойно смотреть на честную трудовую жизнь. В 1934 году Суйков получил 10 лет с конфискацией и взысканием присвоенных денег, но позднее его освободили от наказания. Уже в 1936 он вернулся к работе в торговле, где успешно скрывал криминальный эпизод своей биографии. Но даже после разоблачения арестовать Суйкова не получается. Не в интересах Козлового, чтобы этот человек оказался на допросе в КГБ. В секретариате в Москве говорят, Суйков один раз оступился, с тех пор прошло почти 30 лет. Надо дать ему выговор по партийной линии, понизить в должности, но он должен остаться в системе. Арестовывать такого ценного работника – это разбрасываться кадрами. Офицеры КГБ сбились с ног. Они ищут улики, доказательства преступной деятельности Суйкова и подробнейшим образом изучают его широкие знакомства. Однако ничего компрометирующего обнаружить не удается. Московские заказчики торопят, но дело стоит на месте. Для следствия Суйков – крепкий орешек. В его поведении нет ничего странного или вызывающего. Живет скромно, перов не закатывает, никаких любовниц, одет по чину, без излишеств. Ни ресторанов, ни приятельских выпивок, ни пикников с сослуживцами. Образец семьянина и моралиста. Я гордилась всегда своим отцом. И я жила с оглядкой, а что папа подумает, вот если как и что я сделаю. То есть для меня было очень важно его мнение. Потому что я его очень уважала. Работа вот его располагалась в переулке Ефимовой. Мы шли в сторону Дворцовой площади, и я со всеми его сотрудниками всегда в колонии шла, всегда вместе с ними. На все праздники мы ходили. В ходе слежки обнаруживается любопытная деталь. Не реже, чем раз в неделю Суйков отправляется на Волковское кладбище на могилу своей старшей дочери, умершей еще ребенком. Приезжает туда с лопатой, постоянно что-то подправляет, но при этом не находит времени, чтобы посадить цветы. Казалось подозрительным. Все-таки никто из нас так часто не ездит к могиле. И если ездят, то кладут цветы, но не подправляют что-то, не копаются там с лопаткой. Вот это натолкнуло на мысль, что там кое-что должно быть. Ну а потом уже просто. Есть прибор, который, ну типа металлоискателя, который работает на цветные металлы тоже. И достаточно было этим прибором провести по холмику во всех направлениях. Даже рыться-то не надо было. Уже было ясно. Оператор одел наушники, включил усиление и сразу слышу металл. Какой металл цветной? Теперь в руках у следователей есть неопровержимые улики. И Суйкова можно арестовать. Георгий Павлович что-то предчувствует, но до последней минуты уверен, его никто не посмеет тронуть. В начале июля 62-го года он отправляет свою жену с двумя детьми отдыхать на юг. Семейство доехало до Одессы. Там у него был его друг хороший, который взял нас. Он был капитаном России. Был такой теплоход на Черном море. Мы сели на пароход так, как и планировали до Батуми. Обратно хотели проехать. Попутешествовать. А пришла телеграмма и... По-моему, мама из Ялты, если я не ошибаюсь, улетела в Питер. 10 июля 1962 года Суйков арестован. Разумеется, подобное решение не мог принимать процессуально независимый следователь. Такие решения принимаются в высоких партийных кабинетах, где тихо, где подают чай с лимоном. Это решение и явилось приговором. Остальное было лишь формальностями. Оказавшись под арестом, Георгий Суйков вынужден признать, что хранит в могиле своей дочери огромные ценности. В основном золото. Там было три бидончика, насколько я помню. Два литровой емкости и один большой, пятилитровый, как мне кажется. Они были металлические и еще обернуты всяким изолирующим материалом. Ну и потом коробки. Пластмассовые коробки и металлические цветного металла, в которых тоже все это находилось. Но тут нужно сказать, что это же не в могиле внизу было. Это было зарыто всего на 40 сантиметров примерно. Суйков добровольно сдает все свое золото. Он рассказывает даже о тайнике, который находился у его родной племянницы. В результате сейф следователя буквально превращается в пещеру Алибабы. В общей сложности было изъято 1027 золотых монет царской чеканки, 200 американских золотых долларов весом 8 килограммов, 5 золотых пластин, 11 золотых слитков, броши, браслеты все золотые, и 11 бриллиантов весом 61 карат. С Суйковым лично встречается генерал госбезопасности. Он жмет ему руку. Он буквально торжественно его благодарит за содействие. И, конечно, обещает ему серьезное снисхождение. Драма Суйкова состояла в том, что, обладая огромным количеством золота, он не проживал даже своей официальной зарплаты ответственного хозяйственного работника и откладывал часть денег на сберкнижку. Суйков никогда не пользовался, просто не мог воспользоваться своими фантастическими сокровищами. Я не могу сказать, чтобы действительно какое-то безумное богатство я видела в жизни. Потому что, ну, во-первых, мама сама шила моя. И бабушка была партниха. И, скажем, те платья, которые я носила, вот я помню, что мне первое платье, которое купили мне, не шила мама сама, вот из какой-то материи. Это был девятый класс. А тратить ему и не нужно было, и некуда, и опасно. У него была квартира государственная большая, у него была служебная машина. Ну, вы сами понимаете, что домой возили продукты самые лучшие в том количестве, которое он заказывал, и бесплатно. Тоже касалось всего остального. Суйков вел себя как ортодоксальный партийный хозяйственник. Своим подчиненным он читал лекции по теории марксизма-ленизма. Свою дочь он носил на плечах на первомайские демонстрации. На собраниях он тянул руку выше всех. И в то же время он владел несметными по тем временам богатствами. Поэтому жил в состоянии панического страха. Но если скупой рыцарь мог хотя бы пересчитать свое злато, то Суйкову оставалось его лишь прятать и перепрятывать десятилетиями. Вот когда эти клады изъяли и начали раскладывать на плащ-палатках, вот такое чувство возникло, что из человека жизнь уходит. Он сник, и все, сиреей, сиреей становился, съежился вещь. То есть ушло то, что придавало ему вот эту силу, независимость, имидж его ушел весь. И вот тогда я позволил себе спросить его. Я говорю, Георгий Павлович, а зачем вам это нужно было? И он ответил мне, я сам не знаю. История Суйкова типична для своего времени. Единственное его отличие от других предприимчивых современников, то, что ему одному пришло в голову хранить свои сокровища в могиле. Другие были не столь изобретательны. Я знаю пару человек, которые зарывали что-то в лесу, там, например. Были всякие истории смешные, потому что люди зарывали, потом теряли это место, где зарыли. Потом их там пугали, приходили, рассказывали, что это вместе дом строят, эскаватор работает. Они в панике выбегали, ехали, смотрели, что тут случилось. Следователи потирают руки. Им кажется, что дело уже практически закончено. Остается только получить у Суйкова показания на его сообщников. Однако тот отвергает все обвинения и уверяет, что последние 30 лет не вел никакой противозаконной деятельности. Своим состоянием я обязан Николаю Никитину, который в 1929 году втянул меня в аферу с содой. Я тогда был молод, не устоял. Я тогда мог достать дефицитную экоустическую соду. И Никитин платил мне за каждый барабан по 900 рублей. Сам Никитин нажил на этом огромное состояние, которое прятал в старом Петергофе. Он показал мне свой тайник. И уже после войны, когда Никитин умер, я забрал его в богатство себе. Мне помогал мой старый приятель Николай Бажулин, который прятал сокровища у себя. Однако незадолго до смерти, когда это было в 1958 году, Бажулин сказал, что хранить больше не в состоянии. Вот тогда-то мне пришлось организовать свой собственный тайник. И я подумал о могиле дочери. Я виноват лишь в том, что не сдал золото до ареста. Если бы у меня была возможность сдать, но безнаказанно, я бы, конечно, сдал. Суйков образован и расчетлив. Он признает свою вину, но с оговорками. Дескать, все это действительно им похищено, но в 30-е годы. Соответственно, срок давности уже истек. И осудить его за это нельзя. Но у сотрудников милиции другая логика. Они уверены, что преступление Суйков совершил в последние годы. Значит, виновен и точка. Эта овощая база снабжала все магазины Ленобласти. Приезжали со всех магазинов туда. И главное, конечно, было не в картофеле и не в свекле. А главное было во фруктах, сухофруктов и так далее. У начальника овощей базы Георгия Павловича Суйкова есть возможность списывать дефицитные фрукты целыми машинами, чтобы потом их спокойно перепродавать. В ту пору следователи работали с азартом. А Суйковых ненавидели люто. Они считали их виновными в том, что их женам приходится в обеденный перерыв стоять в бесконечных очередях за слипшимися пельменями. Я как-то присутствовал на допросе одного олигарха. Следователь прокуратуры, занося его данные в протокол, спросил, а сколько комнат в вашей квартире? Мультимиллионер, посоветовавшийся с адвокатом, ответил, семь. И тогда следователь вдохнул и сказал, это ж на четыре больше, чем у меня. Это была не зависть, это была жажда социальной справедливости. Ситуация складывается парадоксальная. В распоряжении у следствия находится огромное количество золота, бесспорное свидетельство преступной деятельности Суйкова. Однако о самой этой деятельности ничего достоверно неизвестно. Потому что свидетельствовать против него никто не хотел, ибо нужно было бы тогда кое-что и о себе рассказать. Вот поэтому следователь часто, так сказать, упирался в глухую стену. Нет, так сказать, важного свидетеля. Или он говорит, я ничего не знал, я ничего не видел. Мы не подозревали этого, и так далее, и так далее. О судьбе Суйкова в печати не сообщают, но руководство города в панике. За неделю до его ареста погиб в автомобильной катастрофе, на самом деле покончил с собой, ленинградский мэр Николай Смирнов. Он пережил ленинградское дело и хорошо помнил, что было с руководителями Ленинграда, впавшими в немилость у Москвы. Чиновники знают, что попав под следствие, торговые люди немедленно сдают всех своих знакомых. Но Суйков ведет себя по-другому. Он никого не выдал. Он не говорил, что вот такой-то мне помог в том-то, такой-то мне позвонил и посодействовал мне. Он об этом не говорил. Он железный человек был в этом отношении. Он вообще все отрицал. Суйков не называет никого из своих высокопоставленных покровителей. Фрол Козлов может спать спокойно. Компромат на него не станет достоянием следствия. Но и у Георгия Павловича остается надежда. В решающий момент главный покровитель должен прийти на помощь. Следствие заходит в тупик, и тогда принимается решение пойти иным путем, путем фальсификации. Главным пунктом обвинения становится продажа валюты. Всего лишь за год до ареста Георгия Павловича Суйкова в Советском Союзе произошла скандальная история, после которой валютные операции стали караться смертной казнью. На наших глазах прошло дело Рокотова и Файбисовича, когда сначала их арестовали, потом оказалось, что нет такой статьи в советском законодательстве, потому что не должно быть валютчиков в нашей стране вообще. И им дали очень мало, а Хрущев потребовал им расстрела, и их расстреляли. То есть пересудили за одним числом, что вообще невозможно, не с юридической точки зрения. Подводя Суйкова под расстрельную статью, обвинение опирается на показания нескольких человек, уже осужденных за валютные операции и готовых на любые признания. Следствие умудряется вменить ему продажу 200 долларов США. Сейчас так кажется невероятным. Сегодня эти купюры могут находиться в кармане любого российского гражданина. Именно в эти годы появляется поговорка «Валюта – это атом в руках». Свидетели Невский, Новиков, Малакоедов показали, что Касовой указал им на высокого худощавого человека, который продал ему доллары. Я же носил одежду 58-го размера. И если бы на следствии меня предъявили, то сразу бы отпало подозрение на меня, сразу была бы выявлена кривита Касового. На суде выясняется кое-что еще. Следователи оказывали незаконное давление на свидетелей обвинения, стараясь получить от них показания против Суйкова. Мамина двоюродная сестра и она давала показания уже не такие, не порочащие папу, а так, как есть, так, как было. И задали ей вопрос, что вот вы сейчас говорите-то одно, а в протоколе допроса вы же совсем по-другому говорили. Вот она тогда сказала, что если бы вам сказали, что вы никогда не увидите детей больше своих, вы бы подписали любые показания, любые слова, под любыми словами вы бы поставили свою подпись. Суйков обречен, но защищается неистово. Он пишет жалобы, ходатайства. Он напоминает о данных ему обещаний генералами госбезопасности. Но все тщетно. Его никто не слышит и не хочет слышать. Суд тащит его к расстрелу. Суд полностью встает на сторону обвинения. А в 1962 году хозяин страны Хрущев добавляет, мирное существование возможно, но не в вопросах идеологии. Суйков – это осколок в дребезги разбитого капиталистического общества. Товарищи судьи, вынесением сурового приговора в отношении Суйкова вы совершите акт величайшего гуманизма в отношении всех советских людей. Суйкова мало заклеймит презрением. Он вызывает негодование. Он нетерпим и не может существовать в нашем обществе. 27 июня 1963 года суд выносит приговор Суйкова Георгия Павловича признать виновным и назначить ему наказание по совокупности совершенных им преступлений в виде смертной казни, расстрела, сконфискации имущества. Однако Суйков надеется на пересмотр дела и говорит об этом на последнем свидании с дочерью. Он говорил о том, что вот как только все вот это изменится, да, он согласен, он должен понести наказание вот за 29-й год, когда он вот это золото все не отдал, когда, ну вот, драгоценности эти остались вот у него, что в тот период он не отдал государству, что в этом его вина, и что когда вот эта вина, когда за это его будут судить, а не за все другое, когда ему вынесут вот тот приговор, который будет соответствовать вот этому деянию, что вот по прошествии времени он постарается все сделать так, чтобы помочь нам даже в тот период, когда он будет отбывать наказание, что он приложит все усилия для того, чтобы как-то нам было, ну, не так тяжело от того, что вот от того, что все произошло вот это, и что как только он искупит свою вину и вернется к нам, естественно, он будет стараться делать все так, чтобы... и только просил, береги маму. В пользу Суйкова говорят явные нарушения, допущенные в ходе дела. Его жена стучится во все двери. Она побывала у генерального прокурора Руденко, у Брежнева, занимающего в это время пост председателя Верховного Совета. Особое сочувствие к судьбе Суйкова проявляет один из самых влиятельных членов Советского Политбюро, Николай Подгорный. Я помню, что когда она к нему пришла на прием, и он стал вот смотреть все, что она написала, вот читать ее обращение к нему и слушать, что она говорит, он сказал так, я все понял, нужно быстренько действовать, чтобы не получилось так, что вот мы сейчас что-то начинаем делать, а уже поезд ушел, что нужно срочно приостановить переведение в исполнении приговора. До последней минуты Суйков надеется на поддержку Фролла Козлова. «Партизм-ленинизм, где октября торжествуют непоколепимым единственной и крепкой силы могучего социалистического лагеря». Но интриги против второго человека в стране к этому времени увенчались успехом. Получив оперативку о безобразиях, творящихся в Ленинграде, Хрущев впал в ярость и так накричал на Козлова, что того разбил паралич. Освободившаяся должность второго секретаря ЦК достается Брежневу, и уже через год он становится хозяином страны. Теперь Суйков никому не нужен, ни друзьям, ни врагам. Он превратился в лишнего и опасного свидетеля. Прежние покровители в Смольном боятся, что при случае он все-таки заговорит. Мертвый Суйков для них удобнее, чем Суйков живой. Они боялись, что он начнет рассказывать о своих контактах с ними, о том, как ему оказывали поддержку, и тогда придется отвечать тоже. И, может быть, и партийными билетами, и своим положением. Эти люди, которые когда-то... Он входил к ним в кабинеты, ну, как мы иногда говорим, толкая ногой дверь. Эти люди отвернулись от него. И наоборот, видимо, были звонки соответствующие. Надо с этим крупным преступником покончить. Прежде чем до Ленинграда дошло распоряжение из Москвы, Суйкова с явной поспешностью расстреляли. Семья Суйкова лишилась не только большинства прежних друзей и знакомых, но и средств к существованию. Ведь по приговору с конфискацией все их имущество изъято, вплоть до посуды. Дочь-школьница вынуждена пойти работать. После сообщения о расстреле, вопреки всему, надежда на встречу с отцом у нее все-таки сохраняется. Был звонок. По телефону спрашивали маму, мужской голос. Мама не была дома. Прошло еще несколько дней. Опять звонок. Опять тот же голос спрашивает мама. Ее опять нет дома. В конце концов человек дозвонился. Когда он с мамой поговорил, мама сказала, что тот мужчина, который звонил, сказал, что отец жив. И что он просит, чтобы она не волновалась, что все будет хорошо. И что потом он свяжется с ней еще. Но больше он не связывался. И для семьи Георгия Суйкова, и для следователей, занимавшихся его делом, закулисная сторона этой истории в те времена оставалась непонятной. Брежнев и его окружение, расправившиеся в начале 60-х с работниками ленинградской торговли и их партийными покровителями, добились своей цели. Но у каждого из них есть свои Суйковы. И с ними они вовсе не собираются расставаться. Новые разоблачения теперь совсем не нужны. С воцарением Леонида Брежнева гонение на партийную номенклатуру прекращается. Уголовные дела в отношении хозяйственников приостанавливаются. Особо ретивые следователи распыляются по необъятным просторам Советского Союза со стандартной формулировкой для усиления работы в местных УВД. Ответственные работники мстят за свое унижение. Воровала вся страна. И так называемая борьба с нетрудовыми доходами это блеф, абсолютный блеф. В Ленинградской области мост железнодорожный умудренность распилить и сдать металлолом. Целые цеха использовали государственное оборудование для производства продукции, которое не учитывалось и потом сбывалось по левым каналам. То есть эта цепочка, то есть если ты работаешь, ты должен присылать в торг туда-сюда, присылать всем подарки, раздавать взятки. То есть ты не можешь не воровать. Ну ты как сейчас чиновник, как он может не воровать? Он и хотел бы. Кому он тогда нужен? Хрущев был последним руководителем советской страны, кто всерьез считал, что можно покончить с воровством и мздоимством. Дело было даже не в высокопоставленных взяточниках, не в валютчиках и торговых махинаторах. Вся система была построена так, что если бы люди перестали воровать, то всякая экономическая деятельность прекратилась бы немедленно. Воровали все или почти все, потому что иначе было не прожить. Коррупция в СССР тема малоизученная. Мы помним, как генералы армии и НКВД после войны вывозили трофеи вагонами, а кое-кто, так и составами. Мы прочитали, как начальник идеологического отдела Центрального комитета КПСС в центре Москвы содержал публичный дом. И в ленинградском обкоме партии казнокрадов было предостаточно. Но в деле Суйкова мы не нашли ни одного упоминания о его высокопоставленных покровителях. Суйков промолчал о них. Даже если взглянуть на эту историю с высоты сегодняшнего буржуазного времени, то все равно путь от денег к власти менее предусудительен, чем от власти к деньгам. Не правда ли? Ленинград Он почти в Европе Ленинград Он богат дворцами Ну какие повсюду лопи Чуть оступишься И с концами Чуть оступишься И с концами Купа Ла Стар Яд Пацал Лоти Шпили Ввысь Устремились Стройно Ленинград Стоит на болоте А по ночам у нас Неспокойно А по ночам у нас Неспокойно Стройно 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 Стройно